Начну с телевизионного сектора. У государства сегодня это доминирующий канал донесения информации до общественности и на сегодняшний день весьма эффективный. Сразу отмечу, общественно-политическое вещание у нас на государственном телевидении вполне достаточно. Да, надо улучшать качество передач, да, требуется большее разнообразие экспертных мнений. Мы это видим. Ни одним общественно-политическим вещанием живет телевидение. Сегодня остро необходимо направить резервы, потенциал, возможности телеканалов на создание качественно социально ориентированного и развлекательного контента. Сначала несколько слов о производстве социально ориентированного продукта. Это, прежде всего, передачи, где обсуждаются, причем в разных форматах, ток-шоу, журналистские расследования, те проблемы, которые волнуют людей, о которых они пишут, обращаясь в редакции СМИ, в государственные органы. Много есть вопросов, которые можно и нужно обсуждать в публичном пространстве. И наши соседи, россияне, украинцы активно это делают. Мы, белорусы, может быть, менее склонны говорить на весь мир о бытовых, казалось бы, проблемах, о чем-то, может быть, и личном. Но ведь, как еще в советские времена говорили, быт заедает человека. И этот быт в итоге формирует мировоззрение, влияет на настроение в обществе. Так давайте же сделаем телевидение действительно институтом обсуждения и решения социальных вопросов. Причем разных, но, главное, волнующих людей. Пока это делается, на мой взгляд, недостаточно. Что касается развлекательных передач, нам надо уходить от создания этого контента собственными силами. Правильнее выступать заказчиком продукта. А исполнителями должны быть специализированные творческие мастерские продакшн-студии. Мы заказываем и контролируем, они производят под ключ. И тогда, к слову, не придется нам краснеть за всякого рода шоуменов, которые сегодня в обществе неоправданно позиционируются, как перековавшиеся или внезапно прозревшие ведущие, журналисты, гостелевидение. Беру в кавычки вот эти ипостаси. Позавчера вел свадьбу, вчера лотерейный розыгрыш, сегодня корпоратив в ресторане, а завтра он политический диссидент со статусом телеведущего гостелеканала. Давайте от этого избавляться. Что еще важно для будущего классического телевидения? Это совершенствование работы в интернете и концентрация средств на этом направлении. В этой связи, например, полагаю целесообразным оперативно решить вопрос о функционировании новостного интернет-сайта Белтирадиокомпании, отвязав решение этого вопроса от проекта создания новостного телевизионного канала.